Привет! В прошлом ролике мы разобрали, почему чиновники нас не объедают. Краткое ретроспективное резюме этого ролика. Чиновники нас не объедают, потому что являются прямыми непосредственными получателями бюджета одного гражданина от британской торговой фирмы Российская Федерация. При этом все остальные вынуждены из кожи вон лезть, буквально своей кровью умываться, добывая и создавая товарно-материальные ценности. При этом все остальные вынуждены заниматься бесконечным контролем и учетом своих же ресурсов, которые юридически, по законам Ирефии, им все равно не принадлежат. Вынуждены пахать в сфере услуг, обеспечивая функционирование чиновников и их жизнеобеспечение. Подвергаясь бесконечным поборам, налогам, штрафам, вторично оплачивая услуги за жилье, ЖКХ и так далее. И подвергаясь при этом бесконечным санкциям. При этом обещанные Конституции РФ права основной частью населения практически реализоваться не могут, в силу неработоспособности той самой Конституции, а вернее ее проекта. В то время самой социально защищенной частью населения являются все те же чиновники, занятые монопольной эмуляцией управленческих процессов. А в это время наш бюджет, бюджет одного гражданина, уплывает в никуда-то. Точнее, уплывает напрямую к выгодополучателю от торговой фирмы РФ непосредственно к королеве английской Елизавете II. Теперь разберем, почему чиновники, нас не объедая, сеют вокруг себя хаос. Хаос разрушения. И участвуют в энтропийных процессах. Говорить, что они это делают со зла, или говорить, что они это делают специально, осознанно. Да нет. Скорее всего, они это делают в большинстве своем. Они это даже не осознают. Они бьют себя пяткой в грудь и утверждают, что работают для нас, ради нас. И все делают для того, чтобы все вокруг процветало. При этом все вокруг не процветает, не созидается, а все наоборот тяготеет к тем же энтропийным процессам. То есть разрушается как бы само. И потом они говорят, ну мы сделали все возможное от нас, но мы же не виноваты. Хотели как лучше, да, получилось как всегда. И разводят вот так вот руками. Как же так, дорогие вы наши? Почему все это? А происходит от того, что эта субкультура чиновничья, она вбита буквально уже в их гены в течение последних вот 30 лет. Как мы перестали быть хозяевами на своей земле. Как мы перестали осознавать себя народом. Как мы перестали осознавать себя людьми. И чиновники подсознательно активно этим пользуются. Они не осознают себя частью народа. Для чего? И являясь непосредственно получателями бюджета, они как бы живут, ни в чем себе не отказывают. И как бы, как уже сказал, как бы делают работу. Точнее успешно очень ее эмулируя. Как это происходит? Ну, предметно это выглядит так. Сидит, допустим, на месте управленец, неважно кто он. Главарь административной группировки города и района. Главарь группировки, допустим, какого-то больничного комплекса, организации. Главарь группировки местной пенсионный фонд. Или главарь группировки местной налоговой службы. Краевой там, россиянской и так далее. Что происходит? Происходит следующее. Данному определенному чиновнику выдается часть его бюджета в виде хорошей заработной платы. И такое краткое наставление. Ты сиди на месте, спокойно работай, делай свое дело. При этом, да, подразумевается, что это дело будет эмулироваться. То есть, ничего не делай. А в это время мы будем уже сами разруливать. Ты, главное, направляй потоки финансовые куда нужно. При этом ты будешь получать свою заработную плату. И все у тебя будет хорошо. И чиновник сидит, как Ипполит Матвеевич Воробьянинов усердно надувает щеки. И строит из себя всезнайку и этакого благодетеля. Я стараюсь для вас. Все у вас будет хорошо. Все у нас будет хорошо. И в результате появляются картонные дома. В результате появляются никому не нужные какие-то памятники огромные. В результате появляются никому не нужные, в общем-то, храмы, в которых, как известно, Бога нет. Появляются волнистые дороги, останавливается общественный транспорт и тому подобное. Всего не учесть. Для чего строить, допустим, очистные сооружения на ливневые стоки, если можно очень успешно эти финансовые средства перенаправить туда, куда скажет непосредственно тот, от кого зависит вот эта большая зарплата чиновника. Тот, который повыше, который ведает его зарплатой, также является частью этого раздаточного механизма. И он тоже участвует в этом процессе, он тоже от кого-то зависит, но только на порядок повыше. И так далее по всей вертикали власти. На ком все это замыкается, понятно, задавая ряд наводящих вопросов, то есть используя правила диалектики, мы опять постепенно выходим на глобальный уровень управления и замыкаемся на королеве Елизавете II, на королеве английской. И так далее. Та тоже является частью определенного механизма. И в конечном итоге мы можем, конечно, докопаться до самых верхушек, но нас интересует здесь и сейчас. То есть здесь и сейчас механизм, где бы вы ни находились, в каком городе, там, Комсомольск, Хабаровск, Челябинск, неважно, Николаевск-на-Амуре. Так или иначе, данная весь, она встроена в этот механизм разрушения. И чиновники на местах являются частью этого раздаточного механизма, являются небольшой цепочкой, небольшим колесиком в этой машине. Разрушения. И при этом, получается, они как бы работают для нас. Не нужно ничего делать. Не нужно из кожи лезть вон. И при этом, при всем, сохранить лицо, так сказать. И в результате получается, что вся вот эта вот голодная, вечно ненасытная часть населения, именующаяся управленческим чиновничьим аппаратом, сидит на местах ровно, получает свою часть бюджета гражданина и способствует разрушению всего, что находится в ареале обитания этого чиновника. Все, до чего он может дотянуться. Как при этом, еще раз напомню, он сохраняет красивое лицо и сам порой усердно верит, в большинстве случаев, я думаю, что так оно и есть, он верит в то, что он делает нужное, необходимое дело. С чем, допустим, связано появление той или иной организации очередной, которая стучится в наши двери и с протянутой рукой, дай, подходит к нам, обращается. А ты заплатил за вывоз мусора, а ты заплатил там за холодную воду, а ты заплатил за канализацию, а ты оплатил за отопление. И всякое-всякое тому подобное дребедень. А вот ты теплицу поставил, а ты заплатил налоги, а вот ты грибочки в лесу собрал, а ты заплатил за то, что ты пользуешься, за природопользование лесными богатствами, да, все забывают еще раз, что мы в 1945 году одержали победу в Великой Отечественной войне, одержали победу во Второй мировой войне, и своей кровью наши предки доказали право на эту землю, право на эти ресурсы. Перевернутость всех понятий, вот это вот зазеркалье, оно и порождает ту нелепицу, свидетелями которой и непосредственными участниками мы являемся сейчас. В Советском Союзе все услуги ЖКХ оплачивались одной квитанцией. Как сейчас помню, там было что-то в пределах 15 рублей. Там входила плата за все, и за воду, за горячую, холодную, и за коммунальные услуги, за работу слесарей, за квадратные метры и тому подобное. Сейчас этих конторок расплодилось великое множество. И появляются все новые и новые службы надзора, службы контроля, службы взимания платежей и тому подобное. Бесконечные расчеты кассовой центра. Для чего это делается? Ну вот есть такое мнение, что, допустим, в определенной клановой структуре родился ребенок, вот нужно что-то под него сделать. Давайте под него сделаем какую-нибудь службу. Давай вот будем взимать деньги за теплицы, а вот этому ребенку уже будет потом с чем дальше двигаться. И вот таким образом это все и происходит. Как еще раз напомню, некоторые вещи нам кажутся непонятными не потому, что наши понятия слабы, а потому что эти вещи не входят в круг наших понятий. То есть необходимо слегка приподняться над вот этой вот планкой, на которой нас заземлили, посмотреть объективно на эти вещи и ни в коем случае не злиться на тех самых чиновников, которые нас не объедают. Но, тем не менее, сеют вокруг себя хаос и разрушение. Необходимо лишь осознать себя человеком, вспомнить, кто мы, что мы потомки наших великих предков, вспомнить, что мы являемся народом и осознать себя частью этого народа. Добра, здоровья, радости, света! Живите и ничего не бойтесь. Быть человеком непростое занятие и совсем не злое. Когда обрушен груз проблем, вам не дать теорем. Когда в крови и в нищете сгорают души на песке наживы, жадное и пустой. Путь человека непростой, но ясный. Чести и любви. Желаю всем побыть людьми. Пишите ваши комментарии. Принимается любая критика. Давайте общаться. Давайте вместе становиться людьми. Давайте вместе выбираться из этой нелепой ситуации зазеркалья, которую нам навязали. Давайте объединяться в местные самоуправления. Исходить из реального, исходить из того, что есть, как ни крути, все-таки торговая фирма Российской Федерации своими двумя миллионами нормативных актов. Она все-таки нам оставила некоторое место для маневра. И есть много-много программ государственных, так сказать, в которых мы можем проявить деятельное участие. Программы есть. И есть право на наше участие в этих программах. Но механизм реализации очень громоздок и часто не обоснован, не соответствует текущим реальностям. Взять ту же программу дальневосточный гектар, взять ту же грантовую программу. Хотя можно заниматься и гектарами отлично. Используя тот же бюджет одного гражданина и используя механизм создания местного самоуправления. Можно писать хорошие гранты и обоснованно на правовой основе получать под это дело очень хорошие средства. И естественно реализовывать. Все в общем-то просто и открыто и находится на ладони. Как говорил Иисус Христос, встань и иди. Роман Зайцев, Живу на ДВ Роман Зайцев, Живу на ДВ